Так, ну что, ребят, ролик по поводу Ипла. Миссай у нас выпустил отчёт о XRP Ledger и говорит, что Ипл должна выиграть суд. Ну, опять же таки, естественно, данные новости выходят как раз-таки, когда у нас по XRP побыли шарты. У нас биткоин находится также на хаях, на пониженном объёме. Я говорю, ничего ещё не закончилось. Ну, кто считает, что бычаринок, хорошо, флаг руки. Большинство из вас наверняка слышали о тренде криптоарбитража. Практически ежедневно в сети появляются новые обменники криптовалют. Для того, чтобы продвинуть себя в рейтинге и получить новых клиентов, они идут на ухищрение и устанавливают плюсовой курс себе в убыток в рамках определённого бюджета. То есть в одном обменнике вы покупаете криптовалюту за 10 долларов, а в другом продаёте за 13. Получаете выгоду. И вся эта выгода видна на мониторинговых сервисах, например, таких как BestChange. Но сидеть и сравнивать курсы вручную очень долго и неудобно. Поэтому специально для вас есть канал CryptoProfit. Парни из CryptoProfit разработали свой софт, который ежедневно работает в поисках выгодной пары на обмен. Благодаря парсингу мониторинговых сервисов, как только команда видит обменник с положительным курсом в сторону пользователей, они сразу же самостоятельно совершают несколько тестовых заявок. После удачных обменов они публикуют информацию с видеодемонстрации в своём канале CryptoProfit Start. Так что ни один выгодный арбитраж вы точно не пропустите. И в каждой такой сделке вы сможете зарабатывать от 3 до 8% прибыли. Таких сделок благодаря CryptoProfit вы можете совершать десятки, если не сотни. Только представьте, какой буст это даст вашему депозиту. Все ссылки находятся в описании под видео. Соответственно вот у нас был памп, но этот памп это фигня полная, потому что многих сейчас опять будут засаживать. Но это просто бритьёшь артов. Помните, я говорил, ничего не происходит. Ну и когда такая пониженная волатильность, вероятнее всего может быть какой-то прострел. Ну вот вам манипулятивное движение по EPLU и вот вам CryptoRy. В принципе монета за сутки просто подскочила. Получается там, насколько считаю, на 40%, но одной свечой получается на 30%. Вот вам и манипуляции, и этих манипуляций будет всё больше и больше, потому что даже в таких крупных монетах, таких высококапитализированных, и вот эти басни, что типа чем выше капитализация, тем сложнее раскачать. Ну отчасти да, но нужно понимать, что всё равно такие движения киты могут устраивать. И тем более то, что там у них 45% монет, да им этих 45% во-первых достаточно будет, а это во-первых, а во-вторых, это по официальной информации, которую вам сказали. Ребят, и вы серьёзно думаете, они вам скажут, что у нас там, я не знаю, 99% монет, но кто тогда пойдёт инвестировать в EPLU? Они же сохраняют иллюзию, что типа, ребята, ты что, манипуляций нет, у нас всё децентрализовано. Ну вот вам децентрализация. Как? Нормально? Вот, поэтому то же самое здесь. Весь рынок падал, а потом у нас XRP подрос там, получается, в два раза практически. Ну вот вам и манипуляции. Здесь разгрузились, загнали хомячков, говорили, сейчас будет там 60 центов, доллар, там чуть ли не миллион, поэтому давайте заходим. Зашли, я говорил, будет падение. Ну, не послушали, не послушали. Здесь то же самое. Сейчас уже подгоняются новости, сейчас покажу, какие. Вот там в прошлом месяце я критиковал EPLU по разным причинам, но больше согласен с ними, чем когда-либо прежде. EPLUU должна выиграть дело XRP SEC, а XRP Ledger должна получить возможность честно конкурировать в сфере цифровых платежей в глобальном масштабе. Спрос есть. Ну, о чём я говорю, то есть новые блоки там, все дела, и после этого, конечно же, рассказывают, что всё, ребята, по его признанию в прошлом месяце, получается, в прошлом, вернее, был критиком EPLU, ставя под сомнение ценность. Ну, а сейчас внезапно, когда произошёл памп, о боже, какое совпадение, выходит вот данная новость у нас сегодня, и он говорит, да, ребята, я теперь за EPLU. Ну, не за GON, да, а цена XRP подскочила на 10%. Появился важный сигнал XRP по сравнению с биткоином. Ну, и какой же у нас сигнал? Просто шарты побыли. Ну, и на момент написания такое-то, такое-то. Вот, согласно RSI у нас там тенденция восстановления может продолжиться в краткосрочной перспективе. Ожидают, может продолжить рост там, набрать силу по отношению к биткоину. Ну, и, соответственно, прогнозируют, что вот сейчас там опубликуют вот эти документы Хинмана. В суде мы победим. Ну, не за GON, да. XRP заинтересовал традиционных инвесторов поток средств на 33% за 7 дней. Еще один за GON позавчера. Технический директор критикует, получается, крипто дружественный неплатишный спасет особенный банк и дает советы подписчикам в Твиттере. То же самое долбит этот Silicon Valley банк. Бывший у нас ex-Ripple исполнительный директор, получается, остается бычим по поводу XRP. Если, кстати, перевести, сохраняет оптимизм. А там, видели, булиш, ну, типа, по-бычьему настроен. И говорит по поводу того, что вот же там распространение также ISO 222, который был 20 марта запущен. И, соответственно, как мы видим, конечно же, стандарт обмена, который нацелен на тот же и SWIFT, ну, CBDC, цифровые валюты и так далее. Поэтому, ну, в принципе, кстати, вот у нас Питер Брандт выходил вчера и говорит, что халвинг не является событием и сильно переоценен. В том числе, то есть уже начинаются затравливаться такие новости. Но кто такие новости читает, понимаете? Ну, поэтому, ну, и кто верит вообще в такие новости? Да никто. Поэтому его настрой обусловленной рыночной капитализации повысила 20 миллиардов. Капитализация – это цена умноженная на количество монет, поэтому это все без разницы, все зависит от цены. Рост цены можно объяснить продолжающимся банковским кризисом. А связь какая? Заставила инвесторов стекаться в криптовалюты. Ну, а почему тут XRP вообще? Чтобы застраховаться. Вот, потом, соответственно, у нас, помните, Марк Кейзер удваивает прогноз на 220 тысяч долларов. Ну, вот, давайте я вам покажу, что он говорил совсем недавно. Он недавно говорил по поводу того, что, вот, соответственно, говорит, мы превысим 30 тысяч долларов, критикуя Сизи Бинанс. Это было у нас буквально неделю назад. И теперь удваивает прогноз, говорит, у нас 220 тысяч долларов. Ребята, какие 30? 220 уже. Ага. Поэтому, предвидел ли Сатоши Накамото нынешний банковский кризис? Его заявление о биткоинах может указывать на это. Да какой нахер Сатоши Накамото? И я не знаю, за кого он не имеет в виду. Вот, и, соответственно, также поделился скриншотом заявления таинственного создателя. Идет, получается, об основной проблеме с банками и условными валютами. И по поводу того, что говорит, что он разместил на форуме там стейтмент какой-то, объясняет цель создания биткоина, почему использование банков слишком большого доверия без гарантированного положительного результата. Помимо прочего, банки требуют, чтобы люди были уверены, что их валюта не обесценится там и так далее. Ну, конечно, гарантии там все дела. Ну, как раз для 99% это подходит, потому что, ну, гарантии же есть, конечно, да. Есть же халява, есть там, я не знаю, какие-то стабильность там, я не знаю, справедливость там еще что-то. Ну, конечно, ребят, все это есть, верите, в сказке дальше. Поэтому надейте, что за вас кто-то что-то сделает, это вы будете сидеть на жопе ровно. Поэтому, говорит, другие факторы, вот восстановили 28 тысяч долларов, 40% мы прибавили в марте этого года. Ну, во-первых, не в марте, а суммарно прибавили там на 50-60%, а не в марте. Поэтому, и таким образом, сообщение Сатоши размещенное получается о том, что он не верил в банки, возможно, не предвидел текущих проблем с банками, но, безусловно, мог предположить, что банковские кризисы будут возникать регулярно. Ну, и типа того, что вот биткоин, поэтому надо покупать, ребята, самое время. Цена Космоса Атома может стать параболической, если сигнал будет услышан. По поводу того, что у нас может быть бычий рост, и, соответственно, у нас там какие-то индикаторы показывают, что вот, соответственно, надо покупать, потому что вот у нас будет памп. Активные пользователи кошелька Axiom выросли на 21%, тоже совпадение сегодня. На фоне ралли, ралли XRP. Ну, давайте глянем ликвидации. На 2 миллиона долларов ликвидировали за сутки, давайте глянем. Сколько? На 17 миллионов долларов, как вам, ребятки? Нормально так, ну, давайте глянем за сутки. Вот у нас шарты ликвидировали, и давайте откроем XRP, где интереса, сколько ликвиднули у нас вчера. Смотрите, самый максимальный объем за последние 4 месяца. Ну, там, полгода, может быть, даже. Смотрите, у нас ликвидировали на 12 миллионов долларов. Просто побрили шарты. Все! Все, ребят, побрили шарты, которые набирались вот здесь вот там с ноября даже. Вот за вот это все время просто взяли, сбрили вот эти шарты, которые многие набирали вот здесь, и их просто вынесли, понимаете? Вот таким манипулятивным движением одной свечей. Даже не постепенно, а просто бах, и все, понимаете? То есть даже не заморачивались. Поэтому даже не пытались как-то это скрыть. Поэтому Ripple сотрудничает с благотворительной организацией Great Ormond Street Hospital для поддержки лечения рака. Тоже, соответственно, ну, типа положительное партнерство. Тоже, ну, как бы позитивная новость для Ripple, что вот он развивается. XRP внезапно подскочил на 11%, грядет ли решение Ripple. Вот тоже. Соответственно, потом Месари подчеркивает достижение XRP, говорит, что Ripple должна победить SEC. Потом Ripple перемещает 120 миллионов в XRP, поскольку стремится 0,5 долларов после роста. Ну, вот видите, уже говорят 0,5, потом скажут доллар там и так далее. Ну, если 0,5 все-таки дадут. Ну, вероятнее всего, не дадут, потому что, как минимум, мы не дошли. Здесь было, смотрите, 49, 29 на Binance. Самая ликвидная биржа. И специально говорят, ребята, ждите 50 центов, не фиксируйтесь. Ну, к примеру, кто-то там зашел в трейд, либо в спекуляцию, ну, неважно, там, среднесрочный, там, краткосрочный. И говорят, ждите 50 центов, ждите, а потом бам, и овал, понимаете. Ну, то есть, уже все понятно. Естественно, загон хомячков, чтобы они не фиксировались, какие-то разгрузились, ну и до свидания. Либо там собрали объем в долгосрок монет. Поэтому, ребят, такие вот мысли по поводу XRP, я думаю, все понятно. Естественно, загон толпы, большинство даже, как бы, в комментах там писали, я видел, даже строчили, а ты видел, ты видел там XRP, ты что, вот это да. Я говорю, так он даже на доллар не сходил. Алло, ребят, у меня цель 3-4 доллара, ну, то есть, первая цель 3 доллара. Вот, у кого-то, может быть, 5, у кого-то 10, кто-то, может быть, 100 долларов ждет. Ну, неважно, понимаете, у каждого свои цели, тут, как кто хочет, столько и ждет. Ну, самое интересное, что реально произошел просто вынос шартов, о чем я и показал, понимаете, только что. Но самый большой вынос за полгода вообще вот это вот накопление, и после этого, конечно же, все людишки такие, о, боже, надо покупать, потому что ж по 30 центов не покупается, ж надо же покупать, соответственно, когда он 50 центов. Ну, в принципе, классика жанра, и потом мне говорят, что 99% заработают, ага, конечно. Поэтому всем удачи, всем пока, будьте в одном проценте.